Добрый день, уважаемые эксперты Республиканской ДПК «Шаг в будущее». Меня зовут Юглана Максимова, ученица 5 класса Чакарской сёжи Амгинского Луса. Тема изготовления эксклюзивных открыток помогает детским произведения Платона Севчаренского для её популяризации среди школьников. Одна из важных проблем среди школьников – это проблемы чтения. Что же можно сделать для популяризации чтения книг? У нас давно появилась идея создать эксклюзивных открыток. Ведь открытка и ручная работа – это ещё лучший подарок. И мы решили выбрать тематику открыток по мотивам произведения Юглана. Цель работы – популяризация произведения Юглана среди учащихся в Чакарской сёжи путём создания эксклюзивных открыток по мотивам его произведения. Задача работы – познакомиться с жизнью и творчеством Юглана и его произведения для детей. Изучать информацию об открытках. Провести внутрешкольные конкурсы рисунков для отбора лучших работ. Провести анкетирование. Создать эксклюзивные открытки и ручной работы. В теоретической части мы посвятили жизнь писателю Платона Севчаренского, Платона Севчаренского, а также его произведения для детей. Мы остановили свои выборы на нескольких детских рассказах и стихотворениях из произведения Юглана. А также мы сделали анализ литературы по истории создания открыток и их видов и провели опрос по самым популярным видам открыток. Из всех этих видов мы выбрали только открытки ручной работы. Это не просто открытки, а это будет новый жанр, обучающий чай открытка. В практической части мы описали создание эксклюзивных открыток. Во-первых, провели анкетирование учащихся, результаты вы видите на слайде. После опроса мы провели классные часы, в котором познакомили школьников с произведениями, которые вошли в наш проект с открытками. Учнякам было задано прочитать детские произведения Юглана и нарисовать рисунок по мотивам произведения писателя. Мы провели внутрешкольный конкурс рисунков с целью отбора лучших рисунков для изображения на открытках. Изюминкой нашей открытки является то, что с внутренней стороны, на левой стороне, есть вопросы и творческие задания. Чтобы ответить на вопросы и сделать творческие задания, дети должны прочитать произведения писателя. На правой стороне есть место для поздравления. Итак, подведем итоги нашей работы. Мы познакомились с детскими произведениями Аюнского, провели конкурс рисунков по его произведениям и провели выставку рисунков. Сделали эксклюзивные открытки. Цель нашей работы достигнута. Задачи, которые мы поставили, выполнены. Нам удалось привлечь большое количество школьников, которым было интересно познакомиться с Аюнским поближе, прочитать его произведения и сделать по их мотивам рисунки. Спасибо за внимание.